Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье, а, решил ко мне лезть, ты, засранец, вонючий, мать твою, а, ну иди сюда. Здарова, народ, с вами Эдгар, и вы на грёбаном канальчике Мыслят Эдгара. Сегодня такой вот необычный видосик, необычный видосик, очень необычный видосик, кто-то скажет, что Эдгар сошёл с ума, нет, Эдгар не сошёл с ума, Эдгар угорает, снимали тут видео, сын решил мне покрасить бороду, так как я ему, в свою очередь, покрасил волосы, угарнули, короче. И получилась вот такая вот борода новогодняя. Я хотел сказать, что это Дед Мороз или Санта-Клаус, а это больше, наверное, гублин. Чё, как вам тема? Как вам тема, а? Вообще про бороду хотел поговорить. Лет где-то пять назад все докапывались до моей бороды. Её было, конечно же, меньше, никого не было бороды. Ну, так, между делом, у нормальных пацанов она была. И всегда докапывались, типа, а чё ты с бородой, ты чё, маджахет и всё такое, короче. Прошло какое-то время, несколько лет. Два года я носил бороду, и мне было похеру вообще, кто там что говорит. И тут херакс, мода на бороду пошла. Откуда ни возьмись, понимаете? Вот, мода пошла. И все поголовно, кому идёт борода, кому не идёт борода. Вообще, у кого есть борода, нет борода, приклеивали все с бородой. Даже пидоры вонючие и то с бородой ходят, и якобы они такие брутальные пацаны, блядь. Вы понимаете, что бороду надо носить не потому, что это модно, или это брутально, или это ещё как-то. Не для этого вообще бороду носят. Бороду носят для своей души, для кайфа, вот понимаете, для своего личного наслаждения. Зимой тепло, летом прохладно, птички могут тут гнёзды вить, природе помогаете. Ну, в общем, борода это круто. Лично я вообще не представляю, как я буду, например, без бороды. Это как будто от меня раздели, я не знаю, ну, такое обломное состояние. Чем длиннее сейчас моя борода, я вообще уже не хочу её укорачивать. Удлиню, короче, свою бороду, такое будет, а. Длинная, здоровая такая. Коса. В общем, по кайфу мне эта борода, и буду я её носить, наверное, до того момента, пока в потусторонний мир не свалю. Ну, или там очень серьёзно что-то случится по какой-то причине, где я должен, например, отдать свою бороду взамен какой-то ситуации, может быть. И эта ситуация как бы требует, так сказать, жертв, а жертвой будет моя борода. Тогда придётся как бы побриться. Блин, ну, это будет очень беспонтовый день, когда я буду брить свою бороду. Ну, это просто, ну, это нереальная тема для меня. Вы не представляете, насколько это обломное чувство. Сейчас, например, на дворе модно, да, вот, бороду носить. И мало кто заикается насчёт того, что, типа, чё ты бородатый там и всё такое. Уже как-то нормально, обычно, да? Не как лет 5-6 назад. Люди просто идиоты. Я вообще не понимаю людишек, блин, грёбаные, стереотипные придурки. Что-то в моду входят, все воспринимают нормально. В моду уходят сразу, ага, 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 там начинают ржать, блин. Тем более, такие вещи, я понимаю, там, в моду приходят какие-то узкие штаны, широкие штаны, узкие штаны, широкие штаны, без штанов, с штанами. Ну, что-то типа того. И ты, например, идёшь по этой тематике, там, ходишь с широкими штанами. Можно ещё что-то ляпнуть. Но то, что является естественным и является природой человека, тут нету никакой моды. Понимаете? Это вот у пацана борода, вот она есть, растёт и пускай растёт. То же самое, что я посмотрю на девушку и скажу там, а убирай свои волосы, вообще жопу сиськами, блин, удаляй нафиг. Зачем они тебе? Удаляй, не прикольно. Модно сейчас так, без сисек ходить. Может, кого-то оскорбил. Конечно, но ничего страшного. Но, понимаете, нужно вам прочувствовать это. Прочувствовать нужно. Это дала мне природа. И это растёт. И это нормально. Видосики я снимаю не для того, чтобы самому стало лучше. Многие пацаны до сих пор, даже в период моды бороды, обламываются и не могут себе позволить походить бородой. Вот, есть список людей, которых я знаю. И у них такая ситуация, короче, борода такая начинает расти. Они такие, о, так кто что говорит, чё говорят, кто чё говорит. Такая. И в один прекрасный день с ними встречаешься там, смотришь, бороды нет такой чистый, бритый весь такой. Скользкий. Тип сразу застаёт. Почему-то люди без бороды для меня такие какие-то скользкие типы. И говорю, блин, чё за херня, где твоя борода, братан? Вот чё, ты же собирался всё ништяк, блин. Ну, короче, ему сказал кто-то, чё-то ляпнул, чувак сдался. Потом опять, короче, встречаешься, опять чуть-чуть выросло. Всё, я выращу обязательно, вот. Сам себя чё-то уговаривает, ведётся. И вот такое есть вот количество какой-то определённых людей, которые постоянно как бы пытаются отрастить бороду, пытаются это сделать. Такие набираются храбрости, пока никого нету. Или он набухался такой, всё, короче, борода там, всё дела. А потом, когда отрезвел, приходит на работу, там, или встречает с своей тёщей, или ещё с кем-то, там, с девушкой. Ему один раз сказали, что ты, ты маджокер, что ли? Всё, он сбрил всё нахер. Быстренько бежит и покупает бритву. Джилет пять! Чё там рекламируют? Я смотрю, например, на эти рекламы, джилеты, блин. Показывают, например, чувак такой. И показывают, а там в основном реклама какие-то пацаны такие здоровые, да? Такая борода у них там, все дела там. И акцент ставится на то, что якобы это не круто. И показывают джилет, и он это всё сбривает. И ты, типа, такой чистый, типа, круто. Да ни хрена не круто, блин. Когда я вижу, когда пацаны сбривают, сразу теряется какой-то такой уважуха какая-то, что ли, блин. Авторитет ниже встаёт почему-то. Вот я не знаю, вот такое у меня ощущение, блин. Когда смотришь, человек был без бороды, потом встречаешь его с бородой, и он встаёт чуть старше, встаёт как-то посерьёзнее. Я таких людей почему-то воспринимаю лучше. Доверие повышается. Если у кого-то доверие от бороды меньше, то я вас вообще не понимаю. Это же мужчина, понимаете, мужчина. Раньше, если у тебя бороду сбрили, то это было наказание. А появился какой-то, блин, пидор вонючий этот Пётр Первый и привёз, блин, из какой-то пидорастической стороны бриться. Заставил, сделал наказание бояринам России, понимаете, бояре, высшее сословие, аристократия, всё. Любые богатые люди, купцы, они все были бородатые. Что в России, что в других странах, нормальных странах. Если хотели наказать человека, то они ему сбривали бороды. Он из дома не выходил, блин, пока не отрастёт. А этот козлина, блин, этот Пётр Первый, вонючка, блин. Плюс ему только за то, может быть, то, что он картошку притащил. И то тут и без картошки можно было и другие темы кушать. Свекла была. Но этот козёл взял и заставил людей сбрить бороды и ввести это в моду. Сделать из мужиков лизунов. Какие-то скользких типов. Я не знаю, блин, ну какие-то, блин, все бриты, они скользкие такие все, понимаете, такие. Ещё знаете, что обламывает? Когда на некоторых пацанов смотришь, да, вот когда борода, он чётко смотрится. Есть разный типаж пацанов, людей, ну кожа сама разная есть. Некоторые люди побреются, и у них вот где вот эта борода, такая светлая хрень какая-то остаётся. Такой белый, как будто на лёд. Я, например, если побреюсь, то у меня кожа, она более-менее такая, не светлая, короче, очень. И она как была, так и остаётся. Всё, ровная. А у некоторых чуваков сбриваешь, блин, и как будто, я не знаю, шпаклёвкой намазали белой. Всё какое-то светлое, белое такое. Какая-то херня вообще, вот наружу какая-то хрень. И они ходят, вот я побрился, я молодец, вот туда-сюда, блин. Что ты молодец, что ты сделал, вот побрился и вышел. И какие-нибудь мамы или бабушки, ай, красавчик, ой, какой, ой, молодец, побрился, вот он вышел из баньки, побрился. Чё за бред вы несёте женщиной, блин? Сказали бы, что ты в пидора превратился, а ну бороду иди приклей обратно, блин. А это не красавчик, ни хрена, блин. Не знаю. Короче, мне нравится борода. Пацаны, не обламывайтесь, если у вас она есть, нету, три волосика растёт. Похеру, растите, пускай она будет. Ты же, блин, грёбаный мужик. Понимаешь, мужик, мужчина. Если тебе целоваться неудобно, да ну и ладно, хрен с ней, с этой тёлочкой, там, девушкой, женой и вообще кем угодно. Ну не нравится, пускай с тобой не будут. Всё, разводись нафиг, борода важнее. Мне вот, например, лично без разницы. Нравится это моей жене, не нравится. Вообще, кому это нравится, кому не нравится. Мне вот нравится борода, она будет. Единственное, такой вам советик. Нельзя отпускать бороду просто так, понимаете? Как и волосы, да? Ну нужно чуть-чуть постричь. Из носа растут волосы, например, да? Ну нужно чуть-чуть постричь, чтобы волосы вот так вот не росли. Из ушей там растёт, подмышки, всё такое, всё перечислять не буду. Вся приколёха заключается в том, что нужно ухаживать. Понимаете? Лицо нужно умывать, зубы нужно чистить от налёта. Сопли нужно чистить, уши нужно чистить. Понимаете? Просто некоторые это не понимают. Вот есть такие люди, категории, которые этого не понимают. Даже почти... Даже из-за того, что умываться не умываются. Если отпускаете бороду, некоторые чуваки ходят, блин, и вот как она растёт, куда попало, так и оставляют. Нет, нужно всё-таки контролировать этот гребанный процесс как-то. Есть пацаны отпускают бороду и похожи на обезьян. Почему? Потому что, видите, у меня здесь же тоже борода растёт. Видите, вот волосы, вот они. И здесь у меня борода растёт аж вот до сюда. Вот. Вот. Всё горло закрывает. Если я не буду контролировать этот процесс, то у меня борода будет как будто от глаз идти. Вот так вот будет идти. Будет всё вот так шею закрывать. Я буду похож на грёбаного, блин, человека из древних времён. Там палку бы мне ещё в руки. И типа, вот типа того. Некоторые отпускают вот так бороду и думают, ох, круто, ох, круто. Запомните такую хрень. Нужно здесь зачистить. Здесь надо зачистить. И зачищайте горло. Вот это горло, понимаете? Вот кадык. Чистый должен быть у вас. Кадык должен быть чистый. Вот. Вот тут идёт чистка. Если покупать станок Gillette 5 или там какой-нибудь любой бритвенный станок, то это для чистки, понимаете? Подровнять. Когда у вас растут усы, чтобы усы не закрывали рот и можно было кушать. Чтобы усы не отодвигать вот так вот в бок и хавать. А чтобы они были, понимаете, по окантовочке такие вот. Вот окантовочка. Здесь должна быть окантовочка такая. Всё чётко должно быть. Если вы это делаете, то борода будет у вас выглядеть так вот ухоженно, по-мужски нормально. Одно дело у вас нету ножниц. Или вы попали где-нибудь в Амазонке там лазаете, в тундре. Ну нет возможности. Ну даже камнем подточить можно, наверное, если очень сильно захотеть. Думаю, что проблема в уходе бороды не в приспособлениях, а в вашей голове вы не хотите, вы просто не любите ухаживать за собой. Чё есть, то и есть, как бы. Такие вот делища. Так что, чуваки, не обламывайтесь. Носите бороду. Ухаживайте за своей бородой. Посылайте нахер всех тех, кто против бороды, кому не нравится эта борода. Кто бы это ни был. Вообще. Начиная от девушка, жена, мамы, бабушки, тёщи, сам бог с небес спустился, или из-под земли дьявол там, да, как вы любите, как бы, стереотипно мыслить, откуда кто припёрся. Даже если оттуда все припрутся и скажут, борода это херня, блин. Скажите. Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье. А, решил ко мне лезть, ты? Засранец, вонючий, мать твою. А, ну иди сюда. Так что, всем пока, товарищи граждане этого мира. Увидимся в грёбанной бесконечности. А в бесконечности будут только бородатые чуваки. Все остальные лизуны и пидоры, там фейс-контроль, потусторонний мир. Безбороды не пустят. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok